Отделение общественной организации «Дети войны» появилось в Сарове гораздо раньше, чем в столице региона. В мае 2014 года пенсионеры с 28 по 45 годы рождения решили присоединиться к общероссийскому движению. Областное управление появилось только через два года. Сегодня отделение существует в 49 районах области. Конечно, работают не все, скажем, с одинаковой отдачей, эффективностью. Но я не лукавя, хочу сказать, что Саровская городская организация у нас одна из самых активных, результативных, творческих организаций. Общественная организация отстаивает права и интересы советского поколения детей, которые ощутили на себе все тяготы и лишения военных лет. Главная цель – это принятие закона об особом статусе этих пенсионеров, а также материальная поддержка со стороны государства. За семь лет существования общественной организации в Госдуму вносили пять проектов, но на федеральном уровне закон так и не приняли. В 22 регионах приняты местные законы о детях войны, а в 19 тоже законы, которые признают просто статус. Нет денег, я понимаю, да, денег, но статус есть, а это очень важно. Несмотря на то, есть статус или нет, пенсионеры ведут активную общественную работу. Участвуют в различных городских мероприятиях и занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Уже два года на базе лицея номер 3 идет совместный проект с Департаментом образования «Дети войны. Дети победы». На собрании, посвященном пятилетию Саровского отделения, председателю вручили благодарственное письмо главы города. Держи, можно пожать руку? На юбилейном собрании подвели промежуточные итоги деятельности Саровского отделения и наградили памятными подарками активных участников организации. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.